Пластиковые бутылки, коробки от сока, бумага и прочий мусор ежегодно становятся частью пейзажа в лесопарковой зоне нашего города. В хорошую погоду или не очень, люди стараются провести свои выходные на природе. Но, как видим, никто не заботится о бережном отношении к ней. Так и получается, что загрязнение природы становится глобальной экологической проблемой. В уборке территорий в рамках акции «Очистим планету от мусора» ежегодно помогают школьники. Одним из активных участников акции является учащийся школа номер 6. Мероприятие нужное, говорят они. Да, нужно, хотя бы потому, что люди постоянно приходят, постоянно мусорят. И если мы не будем убирать за собой, тогда нашим внукам, правнукам просто нечего будет смотреть. Мы просто загадим всю природу. Школьники также обращаются к жителям города бережнее относиться к природе. Мусора было много, сказать тоже нужно много им. То, что не нужно так мусорить, так просто, грубо говоря, гадить. Потому что мусора и вправду было очень много. Убирались десятые классы, увы, за взрослыми. И думаю, надо следить за всем парком и кто тут отдыхает. В первый день на осенний субботник вышли учащиеся 3, 6 и 9 школ. В течение недели к экологической акции присоединятся и другие образовательные учреждения. Цель мероприятия – привлечь общественность к проблеме загрязнения природы. Жители стран стараются в конце сентября выделить одну недельку для уборки своих территорий. Цель этой акции какая? Цель этой акции – привлечь жителей планеты к загрязнению окружающей среды. Привлечь также к охране окружающей среды. И постараться, чтобы у жителей планеты развивалось хозяйственное отношение к окружающему миру. И все-таки научить людей экологической грамотности и экологическому самосознанию и культуре. Лесопарковые зоны – любимое место отдыха и прогулы горожан. Ну а чистота этого живописного уголка зависит от самих же отдыхающих. Айгуль Мухаммедшина, Денис Тихонов. Новости.